Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук» и ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в студии директор западно-казахстанского филиала «Движение Невада Семей» профессор Изим Галиаб Драхманович Кабенов. Здравствуйте, Изим Галиаб Драхманович. А также руководитель экспертной комиссии «Движение Невада Семей» профессор Козым Мурзахметович Кибатаев. Здравствуйте. Итак, 30 лет исполнилось, как в Казахстане раздался последний ядерный взрыв. За это время, в принципе, радиационное загрязнение спало, но, тем не менее, последствия остались. И сейчас представители движения «Невада Семей» отмечают эту дату, 30-летие Казахстана без ядерных взрывов. Поэтому более подробно расскажите о том, какие мероприятия приурочены к этой дате, где они будут отмечаться и в каком режиме. Спасибо. Да, действительно, 33 октября 1987 года был большой взрыв, атомный взрыв в Западной Казахстане. Это поселок Жаркомус Пайганского района. Действительно, она была мощная, 20 килотонн. До сегодняшнего дня, конечно, последствия взрыва мы ощущаем. Однозначно, каждый год мы на этой дате встречаемся в Жаркомусе. Там уже в течение 8 лет работает экологический клуб «Атомикен». Пять лет назад мы там возвысили памятник в жертву ядерного испытания. И народ там, и рабочие, и сельчане. Все это даты наши. Нас ждут. В этом году мы были в международном конференции в Тиме-Палатинске. Большой доклад по итогам правительственной комиссии по ядерным полигонам Казахстана поручили мне. С докладом я выступил. Со стороны власти, конечно, делается. Но, тем не менее, мы хотим еще улучшить, особенно по экономическим, экологическим, социальным вопросам, помощи местной власти, правительству и так далее. Так что у нас есть научные основания и так далее. Я думаю, ученый, сосед, сейчас наш коллега Кребатаев дополнит. И завтра будет еще презентация новой книги о Байганском атомном взрыве. Новой книги автора – это местный ветеран, педагог, наш ветеран антиядерного движения Жохан Бесенов. А также будет патриотический, как называется, форум у памятника жертвам ядерного испытания. Многие гости идут, экологи, ученые, корреспонденты идут, наши ветераны едут туда. Так что, я думаю, на следующей неделе я отчет еще подставлю. Во что вылилась вот эта ядерная катастрофа в Байганском районе? Ощущаются ли до сих пор какие-то отголоски и в чем они ощущаются? Ну, если это Байганский полигон, мы много раз, как называется, исследовали. По нашим приглашениям дополнительно исследовал частников Академии Градиологов, всемирно известные. Его труды тоже есть, о минусах, все-все. После этого еще были наш экспортная комиссия центрального офиса Невада Семьи, профессора Абышев, Бурбасов. Они тоже исследовали. Три года там назад приехали представители Лаура Кинджалина, профессор с города Курчатова. Там у нас научно-исследовательский институт экологии и радиологии. Ну, в основном идут там, как называется, сердечные дела, детские смертности, инвалидность до сих пор. У меня есть, рожает инвалидами, так что... Раковые заболевания? Да, раковые заболевания. Раковые заболевания не снизились, однозначно. У нас все данные есть, хотя искажаются где-то в официальных информациях, но мы этот тонус держим. Раковые заболевания достаточно. Но в свое время выявить, помогать, где-то там рекомендовать. Мы всегда рядом с ними. Так что атомный взрыв был, но последствия остаются еще на десятилетие. Козымур Захханович, в этом году какие еще мероприятия прошли с вашим участием? Ну, во-первых, это конференция, молодежная конференция, посвященная как раз закрытию Семипалас ядерного полигона в Алмате прошел. Мы подготовили четырех студентов, которые выступили там с докладами. Значит, была наша делегация во главе с Кубеновым, ездили студенты там, наши выступили. Не только студенты, там были еще школьники с докладами. Получили хорошие отклики. Потом мы провели посвященные мероприятия 95-летию нашего земляка, академика Балмухану, который впервые вместе с Бахьяча Баруэм провели исследование Семипаласского полигона. Это в 60-х годах. И впервые установили, что заболевание, которые, в принципе, считали, что не от радиации, оказалось, что действительно радиация вызывает заболевание. И впервые они выявили признаки острой лучевой болезни. Даже есть сейчас так называемый симптом Хайнары тоже вот они установили. Поэтому мы говорим, что в последнее время очень много выступаем. И были в Астане были, в Семипалатинске последние наши выступали, тоже ездили с докладом. Мы практически ежегодно ездим в Семипалатинске. Там встречаем с учеными из разных стран, в том числе, конечно, Япония. Вот когда-то очень большие исследования проводят Семипалатинске полигонии. Это ученые из Германии, Дании были, Бельгии, из Бельгии были ученые. Так что мероприятий очень много. Мы не тут, кроме этого, еще по всем нашим западному региону ездим и выступаем. Особенно по манифесту нашего президента «Мир 21 век». Мы провели встречи со студентами высших учебных заведений. Выезжали в Уральск, были в районах, Кандагачево выступали. В музеях наших выступали, со школьниками встречались в школах. То есть такая большая работа проводится. Ну, то, что выпустили еще книги, это, само собой, конечно, еще выпустили. У нас есть два кино в виде фильма выпустили, тоже именно посвященные как раз Семипалатинскому полигону. Но еще я хочу сказать, что мы все прекрасно знаем, слышали про Семипалатинскому полигону. Кроме этого еще, хотя это один из крупных был, пяти крупных полигонов ядерных, кроме этого в Советском Союзе бывшем были проведены ядерные взрывы, так называемые мирные. Значит, 124 взрывы было ядерные. Из них более 80 на территории Казахстана. Это вне территории Семипалатинскому полигону почти. Если взять наш регион, это полигон Азгир, это комплекс Капустин-Яр, там были произведены 29 взрывов. Это Карачаганавский комплекс газовый, там было 6 взрывов. Союз есть, Мангстал, 3 взрыва. Вот, Байганск, вот последний из них в 87-м году был это в Байганском районе Калдайбек. Кроме этого еще, взрывы проводились, мирные взрывы, так называемые, это Джизказгам, это Туркестан, это Кустанай. Практически вся карта Казахстана. Да, то есть, получается, практически на всей территории Казахстана были проведены вот такие взрывы. Кроме Семипалатинска. Более 80 тысяч взрывов. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, это хотел вопрос задавать Зымгали Кубенову. Казахстан, Казахстан. Без проблем. Зымгали Ага. Есть телефонный? Есть телефонный. Альянд Ага, сезги, срок по его отходу, бронг, уйма от жак кожиным, до Туркана. Осы, беру, осы, жаргам, стайтабирит. Игиди жарган, герой, мот, поцелк, сны, жахан. Неге ойма от қалқы туралы айтылмайды. Зарда шепкенгенізді ойма от жаргамыстан кеп сеткен жоқ. Соны, косу айтсаңыз. Себебі, ойма оттың территориясында Доноздо полигоны баяғы 60-60 жылдан бербат келядыр. Бережағында жарлы саргамыс қарағында ойма отқа жақы территориясы. Сон-тон, сон, ескерсеніздер. Сіздің бенгіліңізді білеміз. Біз қойма отқа қалқында қосып айтсаңыз жақсы болар еді. Себебі, көз жардап шеккендерін бір біз қойма отқа қалқы. Себебі, қалигоынның кесінің баяғыда 61-шілі көшілген берғарай. Рахмет, 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 Русын ғында қазақсын. Біз правы, как хотите? Бауырын, мен айтайын, жарғамызды қот жылда толық зерттеп болып қалған сияқтымыз. Қойма отқа жайлы біз өте жақсы білеміз, материалдарымыз көп. Қойма отқа бұнда жарлыстар аудада болған. Ол бізде, ол материалдар бізде бар. Құдай қаласы енді қозғалдық көй. Мұна байғайын наудан толық қамқор қалуды. Осы бірай өткен жоқ, 29-ші тамызгіні семейде қалқыралық конференцияда бағы саймағы ойыншы полигондарынан бемлекеттік кәмесі жұмышсады. Соның қаттама протоколында байғайын наудан толық бар. Құдай қаласы енді көш қозғалдық көй. Құдай қаласы енді көп қаласы енді көп қаласы енді көп қаласы енді көп келіп. Қаптайын бұра бай, қаптайын техника, қаптайын факілдер. Осың бәрінде салмақ сүрі бөтір. Бірақ байғайын наудан комплекс қылып қарамыз керек. Енді үшін өте қалып жүргеніңіздің сіздің көрші маңғыстау еді қой. Продолжение следует... Искерим Зрахмет. Это не официальные, секретные, так и до сих пор не знаемые. И вот несмотря на то, что в принципе уже весь мир знает о этом самым страшном, самым разрушительном оружии за всю историю человечества, на сегодняшний день вот как раз таки Северная Корея и вся политическая, околовоенная шумиха, которая закручивается вокруг этого небольшого государства, которое обзавелось ядерным оружием, угрожает опять же. Все-таки вроде бы и довольно далеко от нас, тем не менее это азиатское государство, поэтому я в принципе в завершении могу только сказать, что надеюсь, что этот конфликт так и останется на фоне политики, только в политике. Да и больше. И не перерастет в вооруженное противостояние, потому что ядерное оружие, самое разрушительное оружие в истории человечества в таких руках может стать причиной гибели миллионов и причиной гибели миллионов впоследствии. Потому что последствия применения ядерного оружия не меньше по разрушительности, а по болезненности, по мучению людей намного выше. Спасибо вам большое. Хотелось бы напомнить, что у нас в студии были директор западно-казахстанского филиала движения «Невада Семейн» профессор Изим Галеб Драхманович Кабенов, а также руководитель экспертной комиссии движения профессор Козе Мурзаханович Кибатаев. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.